снова я так собрался с утреца смотрите солнышко только-только восходит мне надо тут подскочить в город минск по одному дельцу очень тороплюсь потому что проспал опаздывал электричка в 9.47 сейчас уже 9.35 12 минут кстати могу и не успеть не успею это будет самый короткий ролик ну и по дороге расскажу чудо как зачем минск там интересное должно быть кино по идее все обиду дорога конечно не самое удобное а камни блин могли бы сделать красивую но это все эти запрет хождение возле железнодорожных путей поэтому нормальная дорога где-то там за забором нет тут ее за забор нормальной дороги нормальная дорога там где-то в городе так солнце ведь пытается пробиться ничего не получается возможно огню распогодится все но вон там вокзал ух надо ускоряться хрена себе думаю что за движ отказаться вдоль этой железки даже машины могут ехать что-то меня не наехал разъехал всю дорогу все бегу так ну что смотрите минута в минуту 9.48 видите вон электричка подъезжает очередь маленько было ну прям с точки зрения логистики успел вообще по красоте и я был последний в кассе после меня уже никто четко рассчитал все едем в электричке смотрите людей совсем совсем мало и вот те места где я проезжаю когда снимал ролики и вот он сейчас будет этот мост вот так теперь я на электричке все едем в минск смотрите как выглядит внутренний мир окна электрички куда-то настолько грязю кита насыпалась она закрыта с двух сторон ну и я уже почти скоро приеду в минск так ну что все видите выплыхнулся я из электрички в минске погода еще хуже чем у нас там и сейчас надо срочно сбежать на то дело прямого переноса в смысле ради которого я в общем-то сюда и приехал сейчас все расскажу что да как так погодка конечно не айс тучи ходят бродят мне надо вон туда и сейчас как обещал всю дорогу перейду и покажу в принципе через сюда приперся в этот минск так а вот и смотрите цель моего визита видите ну поставьте на паузу почитайте сейчас так расскажу что да как значит ехал я как-то на транспорте я историю потом как порешается вам расскажу зашли короче контролеры и не было в этом возможности оплатить короче чирикнули мне они предложили сразу на месте составе там постановление вот я говорю какие еще варианты они сказали есть еще возможность там направить на разбирательство я говорю давайте направим на разбирательство и вот пришла мне эта повестка но я и тем интереснее сюжет и конечно болван вы можете вернуться отмытать и посмотреть там написано что назначены на сегодня с 10 до 11 я вообще на это не посмотрел а сейчас уже времени 11 39 но там написано что по всем вопросам писать вайбер я где-то в половину 11 написал там специалисту вайбер что я еду из другого города и вообще в общем-то немножечко задерживаюсь но он ничего мне не ответил в этом вайбере поэтому сейчас пойду схожу не так нет получится просто съездил зря пойду скажу вам заодно покажу где и куда идти и чем закончилась наверно рассмотрели без меня скорее всего впаяли штраф но я расскажу была ли это уважительная причина неважительная уже сами дадите оценку ролики идут вот такими закоулками мне надо на центральный автовокзал дом 6 корпус 1 помещение 219 вроде там так написано но пойду посмотрим что там и как прикольно тут какие-то рампы погрузка разгрузка на нашу по железной дороге отгружают загружают интересная такое местечко что-то у меня весь движ связан железной дорогой сейчас вот поэтому сложенному проходу пройдем и вот там получается надо будет вот так обойти и там будет здание центрального автовокзала куда в общем-то мне не надо бежать а тут вот вокзал видите ты каким-то окольными путями в общем-то обхожу а вон там сейчас покажу там интересно видите такая вот синяя штуки и колесные пары лежат похоже наверное они их переставляют они делают даже сам не знаю ну как это с одной ширины колеи на другую или может быть просто замену этих колесных пар делают непонятно ну вот такая вот установочка видите синенькая наверно вот этими штучками поднимают вагоны и потом их переставляют вот на эти новые колесики клёво сделано но я не видел ни разу как их тут переставляют может как-то и переставляют так ладно мне вон туда к этому зданию надо там проход ого смотрите не зря я приехал как интересно на первом пути стоит гляньте поезд победы а что интересно на этом поезде везут или куда они едут видите весь такой заклеенный даже вон смотрите кому интересно не сможете наверное отсканировать ну ладно я вот так приближу вот так сканируйте и узнавайте больше на этом сайте или по QR коду а ну это получается какое-то количество вагонов в одном поезде ну как интересно прикольно ну ладно не будем отвлекаться все идем вот там смотрите видите вот там вот даже такими красными лентами перекрыт путь к этому поезду победы интересно ну ладно странно что вроде не 9 мая сегодня но приехал рано или поздно должен был приехать но я первый раз вообще вижу такое слышал про такой какой-то проект первый раз вижу вообще в живую в городе так ну что все бегу на автовокзал так ну что он там кассы и зал ожидания центрального вокзала сейчас куда мы длинем но пока красный свет и будем искать где там этот 219 кабинет на повестке то написано что вход через администрацию автовокзала а где тут администрация она будет как-то обозначена сейчас пройдусь еще вон туда может быть там или тогда вернусь в кассу и там буду спрашивать а вот все нашел администрация администрации автовокзала это получается на краю этого здания ну все туда и пойдем короче они уже не принимают вот тут по такому аппарату сказали позвоните-ка 18 ну и сейчас расскажу что вам сказали смотрите там не только вагоны поезд победы тут еще и вон такая штука стоит пушки это типа как это называется такой тепловод с древних времен интересно откуда он приехал из такого города и как он вообще добрался до сюда д95-92 прикольный какой все таки не зря я приехал но и сейчас буду рассказывать вам увлекательную историю под снеем еще и вот так смотрите а это паровод вот поэтому он и паровод смотрите сколько пара с него в елочках зачем он весь непонятно где его наверно он и потащит получается вот эти все вагоны там наверное какая-то спецгруппа будет или кто спецпредставители мянти прикольно там на дровах еще даже не на угле смотрите вон там дровишки набросаны я думал они на угле ездят а не на этом самом ну давайте зайдем сзади под кремулом уже раз такой видите все по победу я не знаю эти поезда они вообще в какие времена ходили напишите в комментариях кто в курсе ну так он выглядит конечно на мой взгляд очень даже современненько да так ну и теперь собственно на фоне этого шипящего паровода теперь буду шипящий я значит смотрите позвонил я по этому этому самому говорю здрасте здрасте я вот там опоздал я вам там вайбер написал а что вы мне в вайбер пишете ля 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 мне в вайбер писать не надо или что я вам это я говорю вы мне ничего не ответили я же заранее приду у меня идет административный процесс и я в этом процессе не могу вы напишите тогда в своей бумажке повестке что вы не можете в административном процессе кому-то на что-то где-то в общем-то отвечать и он такой и вообще все равно были вы или не были мы вам все пришлем по почте и вам все равно будет штраф я говорю подождите что значит штраф вы даже мне не дали возможность не объяснить ну пустите меня сейчас я зайду и вам объясню сколько ну на полчаса я говорю вот электричка там надо было приехать раньше я говорю так так расписание мне же тоже до электрички надо дойти что значит раньше или это тем более что я вас предупредил и короче все равно там на ваши объяснения все равно вам будет там выписан типа установленный штраф и все в общем-то придет по почте а теперь сама история откуда взялся штраф значит в какой-то день спешил я на работу выскакиваю брендс брендс это самая машина ну те кто меня знает не завелась короче была у меня там поломка что-то с антифризом она перегревалась это я ее чик опаздываю ну блин ладно погоню тогда на этот самый на общественный транспорт Я бегом на общественный транспорт, прыгаю в общественный транспорт, ну и, естественно, надо заплатить за этот самый. Открываю, есть такое приложение оплати, открываю, я транспортом этим общественным редко пользуюсь, вообще никогда на машине езжу. Я его открываю, бымц, а там что-то типа, давно вы им не пользовались и так далее, ну чего он перестал работать, давно не пользовался и не пользовался, и что? Давно в Нью-Вену не работает, короче, я не могу через это оплатить, никак внести платеж за проезд. Ладно, я по карманам, чик-чик, налички нету. Так, по карточке, естественно, этот самый, как его, водитель не принимает, карточкой оплатить невозможно, короче, всех этих самых. Я пока тут что-то разбирался, еще, знаете, ну типа тороплюсь, вот на работу, там важное заседание было, вот. И пока туда-сюда, что-то тут оплати, думаю, еще раз зайду, заходят контролеры, ну здрасте, здрасте, вот я показываю, вот тут не работает, все дела. Они такие, вы читали пользовательское соглашение? Ну, читал, и что? Ну, короче, все, что связано с тем, что вы там не оплатили, или с тем, что что-то не работает, это все, короче, ваши проблемы и так далее, и тому подобное. Я говорю, хорошо, ну давайте разберемся по фактам. Я говорю, я сел на такой-то остановке, во-первых, на остановке не было, ну, как бы, киоска, нигде купить билет, вообще ничего с этим связано, нету. Раз. В оплате я зашел, но оно не работает. Два. Этот самый. Водитель по карте нет. Наличных с собой нету. Ну, может быть, бывает такая ситуация. Ну, напишите в комментариях, вообще, насколько, типа, это легально или нелегально. Ну, говорю, ну, парни, ну, пойдите, как бы, навстречу, видите, ничего еще раз не обманываю. Законопослушный гражданин, налоги плачу, все, как бы, вроде, вроде окей. Ну, они мне такие, ну, и вам тут сразу выписываем на месте. Я говорю, что значит на месте? Я говорю, ну, так рассмотреть, ну, пойти как-то навстречу, вникнуть в ситуацию. Ну, ладно, тогда, короче, мы пошли, там, паспорта с собой не было, мы пошли на вокзале в отделение милиции, уже я конкретно опаздываю. Вот, значит, они, там, ну, вы нарушили, они идентифицировали меня, там, взяли копию моего паспорта, все, запомнили, там, эти самые, я написал все пояснения. Вот, и все. И, как бы, сказали, ждите через три недели. И вот прошло три недели, и они мне назначили, когда я уже уехал, и я этому говорю специалисту, что на этот самый, а он мне, да, все равно, мы вам все равно штраф. Ну, вот и делайте, в общем-то, сами выводы. Объясняй, не объясняй, пойдут тебе навстречу, не пойдут тебе навстречу. Кто-то будет разбираться, никто ни в чем не будет разбираться. Все. Бумажку написали, значит, виноват. И, значит, зачем тогда вообще назначать эти все разбирательства, какие-то время, если вы все равно будете писать. Но мне было интересно, я бы, может быть, и не поехал, но мне было интересно просто посмотреть, как работает сама эта самая процедура. Ну, то есть, что они меня будут спрашивать, что они мне скажут, я расскажу им вот эту всю историю, что я вам рассказал. Они мне что-то скажут, возможно, они скажут, хорошо, там, обойдемся предупреждением каким-то или еще чем-то. Нет, все, до свидания. И, так сказать, вы не успели, ну, человек-то есть, ну, возьми, что значит. И в итоге получается, давайте все, в принципе, давайте все жить по такому принципу. Кто-то куда-то опаздывает, давайте не ждать, давайте не идти навстречу. Давайте все будем вот так вот формально от минуты до минуты, в общем-то, работать. И посмотрим тогда, как это все будет выглядеть. Тем более, что, ну, говорю же, из другого города ехать. Надо было пораньше на электричку на другую сесть приехать. Нормально так, да, уже до нее надо дойти, а что потом тут где-то надо еще ходить. И плюс, на самом деле, давайте честно, я это не заметил, что там с 10 до 11. Я думаю, просто день, а тут еще и окошки вот такие. А если бы на работу ходил, а что эта повестка? Она что-то от работы освобождает? Да хорошо, что на работу мне не надо. Короче, вот такая веселая история. Но я рад, что я, в общем-то, зато какой-то контент интересный поснимал. Ведь этих паровозиков никогда этого не видел. Вот, и напишите все-таки в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А еще, как назло, сразу бы он мне в Вайбере ответил, вы опаздываете, нет. Так я бы вышел, сел бы на эту же электричку и поехал бы в обратную сторону. И все. А так теперь мне получается следующая электричка только в 14.21. И мне ждать. Это надо ходить, бродить по этому городу. Ну ладно. Короче, вот такая история. Пишите, что вы думаете. А я пока вам вот такие трамвайчики покажу. Тут разворотное кольцо в городе Минске. И вот такие красивые трамвайчики ездят. Сейчас ждет и потом поедет на станцию. Испортили только все настроение. Ни какие трамвайчики не помогают. Но зато вроде погодка выстраивается хорошая. Это должно радовать. Так, смотрите. Ну сегодня контента будет прям вагон. Эдл, Аклус, Дэмс и анти-какое ДТП. Ого. Тачка практически вообще вот тут врезался. Разбомбила. Ничего себе. Я никогда не видел, как тут они выскочили. Как они тут встретились. Будьте аккуратны на дорогах. Да, жестко пострадал портик. Но подушки непонятно, выстрелили или нет. Это получается его ударом вынесло вон туда. Видите, аж этот люк разбило. Тут вообще, походу, был трэш. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, какой будет штраф. Потому что знаем мы это уже совсем не скоро. Ну да ладно. Придется еще пополнить казну на важные какие-то дела. Возможно, там на образование этот штраф пойдет. Или на медицину. Или может на какие-то инфраструктурные проекты. А как вы думаете, за что они их потратят, если он будет? Кстати, по тому телефону, что я там показывал, я набирал. Фраза, конечно, очень интересная. У вас была возможность оплатить. Типа само наличие... Ну, как это в его голове? Само наличие денег, как инструмента, это значит, что это и есть возможность оплатить. А если бы там... Я могу накидать кучу кейсов. Сдачи не было у водителя, а у меня только крупная. Или... Да и еще какие-то варианты. Всякие могут быть. Да? Ну, у вас была безоговорочно вообще. Была возможность оплатить. И все. Вообще. Интересная просто жесть. Ну, что, видели, какая атмосфера в электричке? Интересная. Не меняется с годами. Так, а я сейчас в Колосово. Жду, пока пропустят, наверное, более быстрый поезд, который нас хочет обогнать. Ну, и все, я уже практически воду дома. Ну, что. И все. Вот я и вернулся. Всего лишь за меньше, чем 6 рубликов. Пересидел в электричке. Плохую погоду. Вроде как сейчас уже солнышко будет. Снял видеоролик. Ну, такой. Тоже интересный. На мой взгляд. И все. И иду спокойно домой. Так что, всем крутого, приятного просмотра. Пишите комментарии. Ставьте лайки. А то, что-то совсем мое видео никуда не заходит. Какие-то исполкомы вижу, мне в ленту прилетают. Еще кто-то. А мои совсем никому не летят. Давайте как-то подисправим это дело. Все. Может быть, еще сегодня будет велосипед. Но это в отдельном ролике. А на этом поездка в Минск считается законченной. Всем пока. Как я и говорил, смотрите. Отлично все распогодилось. Извините, что ворвался в конце ролика с этой чудесной новостью. Продолжение следует.